Бывшая ведущая Нижнекамского филиала эфира Алена Тойменцева стала участницей второго сезона проекта «Голос». Ее интерпретация хита «Бонни М» произвела впечатление, и наставником нашей землячки в итоге стал Леонид Агутин. Как нам призналась сама Алена, на проекте она решила выступить ради родителей. Сейчас Алена живет в Москве и преподает джазовый вокал и сольфеджио в частной музыкальной школе. Далее сюжет Юлии Шабановой. Исполнение хита «Бонни М» Санни буквально покорила жюри. После слепого прослушивания наставниками Алены захотели стать Дима Билан и Леонид Агутин. Девушка выбрала Агутина. В принципе, такой человек, но я не особо волнуюсь, когда я выхожу на сцену. Они тебе скажут 850 тысяч слов, чтобы, как они думают, поддержать, но на самом деле они очень сильно накручивают. Из тебя вышло большее количество эмоций. И вот это мне очень тяжело дает. Но я не чувствую никакой конкуренции, и от других каких-то участников я не видела никакого негатива. Все очень мило, достойно. И как нам призналась Алена, на проект она попала не по собственному желанию. Говорит, этого очень сильно хотели ее мама и папа. И Алена решила сделать родителям сюрприз. Успешно прошла кастинг. И хотя формат музыки на проекте существенно отличается от того, что поет она, девушка преподает эстрадно-джазовый вокал, трудности ее нисколько не пугают. До того, как девушка уехала покорять столицу, она вела СМС в чат на Нижнекамском эфире. Это музыкальная развлекательная программа, и зрители успели полюбить яркую и жизнерадостную Алену, которая старалась всячески избегать попсу и ставила только качественную музыку. В Нижнекамске живут родители Алены. И каждый раз по приезду в родной город девушка дает дружеские концерты. Поет Алена с двух лет. И более того, в 19 лет она уже экстерном закончила университет и начала преподавать джаз. Алена также лидер группы «Финг Твайс», в состав которой входят лучшие музыканты Москвы. Юлия Шабанова, Альбина Галеева, Телеканал Эфир.